Это гелиограф или прибор измерения солнечного света. Шар работает по принципу лупы. С его помощью солнце прожигает специальную пластину. Каждый вечер метеорологи по следам на ней определяют, сколько за день было солнечного света. Подобных приборов на метеоплощадке Владивостока несколько. Каждый выполняет свою функцию. Определяет скорости направления ветра, измеряет осадки, изморозь, иней и количество выпавшего снега. Не говоря уже о температуре и влажности воздуха, а также атмосферном давлении. В основном приборы автоматические, но работают они в тесной связи с людьми. Допустим, осадки бывают ливневые, бывают облажные. Ни один датчик не сможет различить. Это все зависит от облаков. Наблюдатель должен быть грамотный, начитанный, знать, с каких облаков какие виды осадков выпадают. У нас есть специально атлас облаков. Наблюдать за погодой с помощью техники – это мировая тенденция, но показатели со всего оборудования метеорологи должны тщательно проверить. Для сопоставления результатов на территории даже стоит два практически одинаковых прибора. Это автоматический осадкомер, а это ручной. Он работает по так называемому принципу ведра. Внутри стоит железная емкость, в которую попадают осадки, а потом уже метеорологи берут эту емкость и замеряют количество выпавших осадков. Автоматический прибор всю эту работу проделывает сам. Вдобавок, каждые три часа специалисты замеряют температуру почвы. Для этого в землю на разную глубину вбиты колышки с термометром на конце. Достав необходимый, можно определить, сколько градусов под землей. Это единственная метеостанция в Владивостоке, на которой работают наблюдатели. Еще есть у нас автоматические метеостанции, порядка семи. Они установлены в различных районах нашего города, и они работают в автоматическом режиме. Данные с них поступают сразу на компьютер в виде телеграммы, но послание представляет собой не предложение, а набор чисел, где каждая группа цифр имеет свое значение. Здесь цифры обозначают видимость, облачность, если есть, потом направление, скорость, температура воздуха. Задача метеоролога – проверить данные и, если все верно, отправить их в Центр примпогоды. Там синоптики облекают цифровую телеграмму в словесную форму и доносят информацию до потребителя. Кстати, работают метеорологи по гринвичскому времени. Это сделано, чтобы Всемирный Центр погоды получал информацию одновременно со всех станций. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.